Неоднократно в наших программах до сегодняшнего времени вышел уже Марат Сафаров, Георгия Сарализа и до новых встреч. Наша Арктика. Программа о самом холодном регионе России, где решаются самые горячие проблемы современного мира. Восток. Иногда дело слишком тонкое. Земля полная загадок. У нас ключ к ее тайнам. Но помните, все не то, чем кажется. Добро пожаловать в новые дивные цивилизации. Азия, бросившая вызов всему мировому порядку. Ее политические, экономические и социальные процессы. В программе «Восточная шкацулка» с Томик Сеем Масловым. Каждый турник после 18 часов на радио Вести ФМ. Вести ФМ. Уфа. 102,1. Казань. 94,3. Улан-Удэ. 88,4. Таганрог. 104,4. Томск. 91,1. Москва. 97,6. Вести Том. Первые о главном. Защитники Отечества. Майор Евгений Кузнецов. Заместитель командира бригады. Российские военные в ходе тяжелых ожесточенных боев освободили один из населенных пунктов. Националисты не захотели смириться с потерей и попытались отбить поселок. Ударили по позициям российских войск из артиллерии и винометов. Одним из первых бой принял майор Евгений Кузнецов. Вместе со своими подчиненными он оказался на передовых рубежах. Военнослужащие отчаянно удерживали оборону, чтобы дать своим подразделениям возможность перегруппироваться. Боевики потерпели поражение. Совершить прорыв им так и не удалось. Значительные потери заставили противника вернуться на исходные позиции. Слава защитника Отечества! Погода! Погода на 27 февраля. По данным центра Флобы, в Калинграде около нуля и без осадков. В Перми тоже около нуля и временами снег. В Уфе 0,2, кратковременный мокрый снег. В Казани около нуля, кратковременный снег. Мокрый снег обещают в Самаре. Там 0,2, в Нижнем Новгороде 0,2 и небольшой снег. В Ярославле 3,5, ниже нуля, кратковременный снег. В Ростове на Дону тепло, плюс 13,15, без осадков. В Краснодаре минус 3,5 и тоже без осадков. В Сочи 15,17 выше нуля, осадков не ожидается. Солнечно в Ставрополе, плюс 14,16. И в Нальчике 12,14 выше нуля. В Владикавказе такая же температура, плюс 12,14. В Москве облачно, днем с провеснениями, кратковременный снег. Ночь ожидается минус 3,5, по области 2, минус 7, а днем в городе минус 1,3. Предприниматели, которым не все равно. Общественные деятели, на которых можно рассчитывать. Звезды шум-бизнеса, для которых слово «Родина» не пустой звук. Люди, которые думают о будущем своей страны. Они помогают в спецоперации. Тем, кто в тылу и на передовой. Они не бросают своих. Программа «Человек-З». Честный разговор лицом к лицу с Сергеем Михеевым. Каждую среду после 15 часов на радио «Вести-ФМ». Новый день. Новые события. Новости. Все самое важное. О людях, которые принимают решения. О решениях, которые определяют жизнь всего мира. О мире, который меняется каждую минуту. Выясняем, рассказываем, цитируем. В России и за ее пределами. Круглые сутки. Вы переехали в интернете. Что бы ни произошло, вы будете в курсе. Здесь знают, что сказать. Соловьев лайф. Побудем. После 19 часов. Суббот. После 20. На радио «Вести-ФМ». 23 часа в Москве. Новости. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Россия выступает за многополярный мир. И будет подстраиваться под Соединенные Штаты. Заявил Владимир Путин в эфире программа «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия». Так он ответил на вопрос, что Москва должна сделать, чтобы поладить с Западом. И ждет ли Россия и Западные страны вечная конфронтация с главой государства России против того, чтобы мир выстраивался исключительно в интересах Вашингтона. У них одна цель – раскассировать бывший Советский Союз и его основную часть Российскую Федерацию. И потом, может быть, они и примутся на нас, в так называемые цивилизованных народ. Не только отдельно. Знаете, каждую часть отдельно. Для чего? Для того, чтобы помыкать этими частями и поставить по свой конкурс. Если мы пойдем по этому пути, я думаю, что судьбы очень многих народов России, и прежде всего, конечно, русского народа, могут кардинально поменяться. Просто кардинальным образом. Я не знаю даже, сможет ли сохраниться такой этнос, как русский народ, в том виде, в котором есть сегодня. Ну, будут москариты какие-нибудь там, уральцы и так далее. Ну, это же все в планах было. Эти планы, они изложены на бумаге. Просто мы в условиях выстраивания отношений, старались об этом из, как бы, соображений партнерских, не говорите об этом. Ну, все есть, это же написано, на бумажке все написано. Ну, а теперь, когда их попытки переделать после развала Советского Союза мир исключительно под себя, да или вот до такой ситуации, ну, конечно, мы выносили на это реагировать. По поводу интервью с президентом на телеканале «Россия» по программе «Москва. Кремль. Путин». Вооруженные силы на «Россия» за сутки уничтожили на Купянском направлении 6 глисонно-разведывательных групп ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Коношенков. Он также рассказал о ситуации на Красно-Лиманском направлении. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной операции. На Купянском направлении объем артиллерии западной группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Новоселовской, Луганской Нородной Сурики, Масютовка и Кисловка Харьковской области. Кроме того, в районах населенных пунктов Пешеправливая, Табайка, Синьковка, Ягодная и Крашмальная Харьковской области уничтожены 6 глисонно-разведывательных групп вооруженных сил Украины. Общие потери противника за сутки на данном направлении составили до 60 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 2 автомобиля. На Красно-Лиманском направлении активными действиями подразделения группировки войск в центр, ударами штурмовой авиации, огнем артиллерии и тяжелых антиветных систем, на истинном поражении подразделения противника в районах населенных пунктов Ягодовка, Донецкой Нородной Сурики, Стермаховка, Невская, Червонопоповка, Червоная Дегрома Нородной Республики. Подача серебря от коллектива. За сутки на данном направлении уничтожена доставка сети украинских военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, самоходная отделистая установка АКАЦ и ГАУБИТО-2. Подача серебря от коллектива. Также извинил, что российские военные будут служены со складом СТ-3 по СУ в Донецкой Республике и Запорожской области. Колледж в Васильевке в Запорожской области попал под обстрел со стороны вооруженных СУ Украины на крыше Донецкой. Субтитры предоставлены на крыше Донецкой Республике и Запорожской области. Киевский режим не раз говорил о планах начать наступательную операцию на полуостров, в том числе на фоне сообщений о новых поставках западных вооружений. Так, советник главы УСССР Зеленского Михаил Подоляк указывал, что договорившись о поставках танков, Украина ведет переговоры о передаче ракет по ушной дальности и авиации для ударов по Крыму. Из-за снегопадов, метелей и плохой видимости закрыт участок федеральной трассы М-5 в трех регионах по Улжиам передает Интерфакс. Временное ограничение для рейсовых автобусов, маршрутных, такси и грузового транспорта введено в Пашкирии, Татарстане и Оренбургской области. Ориентировочное время восстановления движения 8 утра 27 февраля. Оно может быть скорректировано в зависимости от погодных условий. Водители призывают без крайней необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов. Из-за снегопада в Старорусском районе Новгородской области 27 февраля школьники переведены на дистанционное обучение, сообщает глава Старорусского района Елена Комарова. Она уточнила, что за сутки в районе выпало рекордное количество осадков, и снегопад не прекратится до 9 утра понедельника. Погода. В Сербурге завтра без существенных осадков и до минус 5. В Москве область за днём с прояснениями, кратковременный снег. В столице днём минус 1,3 градуса. 200 м. 200 м. Мировые на главном. Интервью. В студии Горя Заславский. Добрый день. Я давно уже хотел поговорить про одну из премьеров. Может быть, не только про премьеру театра «Колдома Станиславского». Это с раундой биржера Крастана. Но и, может быть, на более широкую тему поиска учителя, ученического и так далее. И я рад приветствовать в этой студии режиссёры и актрису Александр Толстойш. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Актрису Марию Погребничко. Здравствуйте. Здравствуйте. И актёра Максима Свариновского. Здравствуйте, Максим. Здравствуйте. На самом деле, театр «Околдома Станиславского» — это театр Юрия Николаевича Погребничко. И это театр совершенно определенной интонации, определенной темы, определенных эмоциональных и интеллектуальных поисков. И того, ради чего зайти приходит в этот театр, небольшой, где, по-моему, в большом зале сейчас 100 мест или меньше, 120. И хотя я помню время, когда играли спектакли на новой сцене театра «Таганки», премьера «Чаки», по-моему, там он игрался, это да, но я не помню, премьера ли это была или одно из представлений. И был тоже полный зап, и это не мешало восприятию спектакля, но, в общем, да, это совершенно особый театр, особое место в Москве. И Александр ученец как режиссер, Ирин Ковальевич Погребничко, Максим играет в спектаклях. Сразу задам вопрос.